МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так вот, наша задача с вами – изучать классический текст, исходя из того, что он классический, прежде всего. То есть, а что такое классика? Классика – то, что неприходящее. То есть, то, что вошло в основание человеческого знания, и оно всегда современно. В том смысле, что все последующие теории включают в себя, в снятом виде, те теории, которые становятся классическими. То есть, это не какой-то скачок в сторону от столбовой дороги развития мировой цивилизации, а это то, что является элементом и составной частью, и ветвью, основополагающей в развитии. И поэтому грамотным человеком нельзя стать, если это не будет изучено. Это первая задача при изучении нашего курса. Вторая задача – ну, в свои, раз это классический текст, там есть понятия, которые очень широко употребляются сейчас, и которые не все знают, что они означают. Это мы быстро убедимся, даже вот, может быть, сегодня. То есть, картина вообще общественного сознания такова, что, как писал Гегель, известное ещё не есть от того познанное. То есть, известные категории, известные эти слова, а что они означают точно? Конечно, к сожалению, как показывает опыт моего преподавания этого курса, и не только этого курса, как правило, люди значений точных не знают, определений не знают. Мы должны с вами вот этим всем овладеть, иначе у нас нет соответствующего высокого университетского образования. И на вопрос, а что это такое, чтобы мы любому человеку, который не кончал университет, могли ответить. И чётко и ясно ему объяснить, что это такое. Это, конечно, касается самых разных вещей, и мы не будем тут, и я вас просил бы тоже, не пропускать то, что в этом самом тексте классическом вы не знаете, что это такое. Спросите. Сама форма ведения занятий с преподавателем, в отличие от слушания под фанеру, как делают на некоторых концертах. Она отличается тем, что учитываются конкретные нужды, конкретные аудитории, конкретных людей. И я призываю вас относиться к этому делу утилитарно. В том смысле, что если вам дали человека, который знает, разбирается и так далее, так надо из него получить быстрее, чем вы будете ходить по десяти библиотекам и искать там в этих аналогах, ещё и не найдёте. Литература у нас очень простая. Надо взять работу Марса и Энгельса «Немецкая идеология». Находится она в томе третьем собрании сочинений Марса и Энгельса. Вот, так сказать, вот у меня такая тяжёлая нагрузка, я, так сказать, её буду приносить каждый раз. Вы можете найти её, конечно, в интернете. В интернете всё это есть, Марс и Энгельс. В том числе на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии можно найти собрание сочинений Марса и Энгельса. И вы там можете всё это себе смотреть, читать. Что мне не удалось за то время, когда я веду этот курс? Мне не удалось добиться, чтобы писали Марс и Энгельс «Немецкая идеология». Так я, несмотря на знания и преподавание, и звание, и степень, не мог это пробить. Но зато вот в этом году впервые мне, а это записано в трудовую книжку, так оригинально, не в трудовую книжку, а в трудовой договор, в соглашение, что я обязан проводить занятия по курсу Карл Маркс и Энгельса. И вот тут я добился, что Энгельса в этот раз мне вставили. Вот с этого года я уже на законном основании читаю Маркс и Энгельс. А то вот Маркс, немецкая идеология могу, а вот так вроде не могу. Я думал, не подписывать, тогда меня вроде как уволить должны. Если я соглашение не подписываю, вроде как я дурачок. Значит, профессор не знает, как даже книжка называется, три года ей преподает по ней. Ну вот Елена Ивановна, начальник отдела кадров, просовершила мужественный поступок и писала все-таки и Энгельса сюда. И Энгельс, так сказать, теперь доволен, все с ним в порядке. А то и так могилы у человека нет. Где ли Энгельс похоронен, знаете? А Маркс где похоронен? В Лондоне он похоронен. А Энгельс попросил его в море сбросить, по морскому обычаю, с доски. Чтобы никто не приходил там и не говорил, какой он хороший. А он был блестящим человеком, замечательным. Не знаю, читали ли вы такое произведение Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Нет? Вот Маркс вот такие солидные произведения пишет. А Энгельс очень часто тонкий и блестящий, который охватывает периоды сумасшедшие. Вот период, если вам хочется связь истории представлять от первобытного общинного коммунизма до современного капитализма, то надо прочитать небольшую работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И у вас в голове будет полная картина развития человечества, очень глубокая. Соответственно, и семьи, и частной собственности, и государства. у меня была такая веселая ситуация. Я пришел к глазному врачу, а отчество у него оказалось Энгельсович. Я, значит, там, он меня полечил, но сказал еще приходите. А я пошел в университетский магазин, здесь как раз недавно продавали, а они сразу исчезают. Вот Энгельс иногда выпускает такая азбука классика, маленькая книжечка с портретом Энгельса, такой бородой большой, и стоит недорого. Вот. Я ему купил, и, значит, пошел в следующий раз. Я говорю, все-таки, папа как у вас, говорю, зовут? А он говорит, Энгельс, ну вот вы, наверное, а вы читали что-нибудь Энгельс? Он говорит, нет. Я ему даю, ну вот почитайте. Ну он приходит через неделю. Я, вернее, к нему прихожу. Ну он приходит на работу, а я к нему. Уууу, говорит, как интересно. Ни за что не думал. Причем на эту тему ничего такого более умного и не написано. Да еще и краткого. Потом Энгельс, например, очень определенные советы давал, например, по поводу того, как изучать диалектику. Ну вот и диалектику, говорят, надо то читать, это читать. Или люди читают более поздние издания. Может быть, Барахло более позднего издания, а может, Гениальная книга более раннего издания. Я думаю, вы, наверное, заметили, да? Кто-нибудь читал по ораторскому искусству Цицерона? Нет? Ну он давно же жил, да, это все, конечно. А он какое время жил? Он жил тогда, когда уже началось блестящее развитие наук, искусств. И тогда, когда от того, как человек выступит на форуме, от этого зависело, что? Жизнь или смерть, и решение любого вопроса. Потому что писанных законов было немного. И все зависит от того, как человек сможет выступить. Такого периода больше человечество не переживало, и переживать не будет, потому что есть радио, есть телевидение, есть книги, есть газеты. Уже вот как вы выступаете, выступайте как хотите. Завтра выйдет газета с прямо предположенным мнением, миллионным тиражом. И все, что вы говорили, наплевать это быть. Или вы вот выступаете, блестяще, хорошо, отлично, здесь, а вот на экране телевидения, на аудиторию 100 миллионов и более, да, говорится прямо предположенное. И все, что вы, так сказать, говорили, оно, оно ценность свою не теряет, конечно, но оно не так повлияет на общественную жизнь, как увеличенное, как говорится, усиленное мнение средствами массовой информации. Поэтому некоторые товарищи из молодых пытаются, значит, по ораторскому искусству, а дело хорошее, читать всякие новые руководства. А кто эти ораторы-то вот новые? Они хоть где-нибудь выступили, кого-нибудь в чем-нибудь убедили? Никого не убедили, нигде не выступили, ничего они умного, поэтому сказать не могут. А если вы почитаете Сессерона, вот готов с любым поспорить, на пять тысяч, не жалко. Вот только по-честному. Вот вы прочитаете и скажете, если вам понравится, а вы отдаёте пять тысяч, не понравится, я вам отдаю пять тысяч. Понравится. Почему? Потому что блестящий язык, ну там супер-вежливость, я сказать, вот его просят выступить и рассказать о братовском искусстве, он говорит, ну здесь столько достойных мужей сидит, как я могу здесь выступать, в этой аудитории. И вот начинает его упрашивать, ну вы же всё-таки там и так, и так. И вот наконец соглашается и объясняет. И в то же время при всей блестящей форме там совершенно конкретные советы. Например, такие. Вот вы пришли в незнакомую аудиторию. С чего надо начать? И что-то у вас там есть, какое-то задание, да? Ну, к примеру, я вот, я чем должен вам заниматься? Маркс Энгельс, да? А про что я должен начать? Про другое. Я про другое рассказываю. И все заинтересовали. А когда заинтересуется, можно тогда переходить к Маркс Энгельсу. И это, даже если вы придёте, а там аудитория шумит, а вы начнёте про кошку рассказывать, чёрную, которую встретили по дороге, и там товарищи, которые спят, начинают просыпаться, толкают других. Что там, милец, слушай, что там, что-то такое. И вот когда они уже откроют глаза, тут можете начинать с задержанием. Это раз. Второе. Начало. Начало должно быть... Вот видите, они знали, что это будет сначала не о том. Вот эти люди. Начало должно быть таким серьёзным, глубоким, интересным. Начало речи. Потому что если вначале у вас какая-то ерунда, отключатся уже уши у людей, и больше их ничем не привлечёт. В середине речи можете говорить ну, разное там. А если вы в конце не придумали в конце экспромт, а что такое экспромт? Это то, что, говорит, вот просто она выскочила, случайно там. Так вы должны знать, чем закончится ваша речь, и заведомо сильные аргументы оставить в конце, чтобы не получилось. Хорошо человек начал обкончить и затерялась тропинка в пустыне. Поэтому кончить нужно так. Теперь, говорит, вот вы, чтобы не бояться, когда вы выступаете, без бумажки. Что нужно? Что сделать нужно, чтобы не бояться выступать без бумажки? Тренироваться, тренироваться. Нет, неправильно. Неправильно? Неправильно. Бумажка написать. Диалектика. Написать бумажку, вот всю свою там, планируемую речь, и положить ее и читать. Это вам гарантирует, что не будет провала. Знаете, как бы, человек выступает, вот он остановился на трибуне, и что-то не знает, что дальше говорить. И ну, подождали, час-два, начинает разговаривать, а потом уже бурно, а потом говорит, иди отсюда, и так далее. И все, и провал. Вот чтобы этого провала не было, вот если у вас написано все это, а у меня, кстати, написано. Я положил сюда и спокойно разговариваю. Ну, а кто читать будет? Ну, это никто не советует читать. Потому что суром-то точно не советовал читать. Ну, а тренировать он, ну, вот дикцию тренировал. Да, он советовал тренировать. Дикцию тоже очень важно. Вот мне повезло в жизни, повезло мне в жизни так, что когда я был молодой преподавателем, у меня ломался голос, и все время он меня першил, и я долго не мог говорить. Ну, нет, проведу одно занятие как ассистент на экономическом факультете. Экономический факультет вот здесь был. А вот та сторона была за углом, философский факультет. Проведу и вниз, там, где у нас сейчас наша кафедра, там была университетская поликлиника. И вот в этой университетской поликлинике там мне смазывали, горло и так далее. В общем, смазывали, у меня смазывали, пока не попал я. Когда мне стали говорить, что больше четырех часов нельзя в день говорить, декан нашего факультета, Моисеев сказал, это надо кардинально решать. Я отправил меня в институт ухо-горло-носо и речи. И там я попал к удивительной этой женщине, которая и в руководство совсем другим. «Вы должны говорить 24 часа в сутки». Я говорю, «Как я буду говорить?» «Вы должны, потому что я сейчас вам объясню, как». И я видел, как к ней приходили пациентки, женщины, которые 20 лет уже не говорили, у них парез, связки нарушены. А они только шипели, как две змеи. И вот через некоторое время после занятия они уже так звонким голоском начали говорить. Ну, а у меня получился, так сказать, хорошо поставленный голос, который не я сам поставил, а мне поставили. Причём популярно мне было объяснено, что вы, Михаил Васильевич, говорите неубедительно. А надо говорить убедительно. Объясняю. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Это убедительно? Очень. Вот это убедительно, правильно? А надо. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Я как посмотрел на него, думаю, надо же. Сколько... Все стараются успеть сказать, рассказать, то-сё, учить, тренироваться. А приходят, есть такие люди, у которых хорошо поставленный скажут, загляденье, а потом выйдешь, думаю, а что он сказал? Ничего не сказал. А вот голос замечательный. Поэтому вот этому тоже надо тренироваться. Тренировки эти не такие уже сложные, очень даже простые. Вот если у нас, так сказать, будет время в связи с нашими занятиями, мы можем даже это и сделать. Нам никто не запрещает тренироваться. Мы же анализ классических текстов делаем. Мы тренируемся со всех сторон. Впитываем в себя культуру человеческую. Правильно? Так надо это рассматривать. Ну, в качестве примера нам любой можно классический текст дать. В данном случае дали Маркс и Энгельс. Хорошо. Хорошо. Значит, что от вас требуется? От вас требуется прочитать в Марксе и Энгельсе немецкую идеологию. Но прочитать можно не в раз, а вот вы должны читать быстрее, чем мы двигаемся. А для того, чтобы нам эту проблему решить сначала, потому что, как я вот сейчас у нас первое занятие, с одной стороны, вы могли бы и додуматься, если Маркс и Энгельс немецкая идеология, то можно бы и начать читать, да? В другой стороне, я мог бы тоже, как преподаватель, додуматься, что вы еще не прочтете в первом занятии. И я тоже не такой уж глупый, и я тоже додумался. Поэтому, значит, как разрешить это противоречие? Ну вот, даже авторы, которые издавали, тоже об этом подумали и издали так, что здесь предшествует немецкая идеология в третьем томе собрания сочинений. Теисия Фейербахи, Маркса, они как бы прелюдия к немецкой идеологии. Читать их, ну, их можете сейчас прочитать, тут нечего читать. А обсуждать мы их можем, их столетиями уже обсуждают, и до сих пор поражается глубине этих мыслей. Вот первое задание вам всем, тезисы о Фейербахе. А дальше и прочитать так, чтобы мы могли обсуждать следующие понятия и категории, которые имеются вот в этой книге. То есть, что мы должны будем рассматривать и обсуждать? Категории, то есть, это важнейшие узловые понятия, идеи основные, и ко всем мы должны подходить критически, то есть, ничего, мы просто по памяти, на веру не берем. Правильно? Ну, дескать, ну вот Марк сказал. Ну, что сказал? Марк сказал, сказал, а может это неверно сегодня? А может верно? Давайте обсудим, давайте рассмотрим. То есть, такие люди, которые просто запоминают и повторяют, это не люди, это попугаи. Попугай же может повторить. Вот ему прочитают Тейлиса Афербахи, он повторит Тейлиса Афербахи. Ну, может по частям, только не сразу, по предложению, но, в общем, хороший попугай спокойно это сделает. То есть, у нас задача тренировка памяти или развитие своего мышления и овладение богатством мировой культуры. Второе. Ну вот, поэтому мы пойдем вот и сегодня этой дорогой с тем, чтобы вы примерно представляли, как надо готовиться к следующему занятию. Это первое. Второе, значит, товарищи, которые подготовились, должны иметь в виду, что не просто вот сидеть надо, вы сидите на меня смотрите, а я на вас. И это хорошо. А вот вы выйдете сюда и потренируетесь излагать эти мысли, в такой ситуации с одной стороны безответственные, потому что никаких оценок я вам не ставлю, это не зачет. Хотя она зачет. Не может быть такого, чтобы преподаватель не учел, кто как выступал, когда он выставляет зачет. Правильно? Не может такого быть. Я думаю, что мы должны это предполагать, если он не зверь. Вот. Это раз. Второе. Такой возможности вообще у людей повыступать перед в инвесторий не так много. Поэтому мы ее создаем вот здесь создаем специально в известном смысле искусственном. В каком смысле? Перед в инвесторию. Я говорю, вам даем большую. Вот записывается все это. И будет на сайте, на канале Фонда Рабочей Академии вывешено. Ну и когда вы выступаете, глупости уж не надо такие уж совсем договорить. ну то есть как-то человек должен чувствовать ответственность. Правильно? Ну можете и говорить глупости. Пожалуйста, как будете говорить, так и смотреться будете. Вот. А кто хочет выглядеть красиво, пусть выходит и выглядит красиво. А что же плохого в этом же хорошо? Хорошо же, правда? Вот. Это надо пользоваться. Значит, вот какая-то такая странная была картина в прошлом потоке. Там у нас у меня были сейчас тут конфликтологи с религиоведами соединились. Ну, религиоведы сейчас конфликт вовлечены по Исаакиевскому собору вообще. Такой конфликт, такой конфликт. Вот. А у нас тут были культурологи, значит, немецкая культура, еврейская культура, итальянская культура, германская культура. Вот они сидели, 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 а потом начали выступать. Им так понравилось. Хорошо, интересно. Всем стало понравиться послушать своих коллег. Вот. И они понимают, что это их развитие. То есть, вообще, не надо думать, что вот это время, которое вы проводите на занятии, потом вы пойдете чем-то серьезно будете заниматься. Вот сейчас вы серьезно и занимаетесь. Не надо его пропускать. Если есть возможность вы за это время развить какие-то свои качества, они всегда понадобятся. Правда? Вдруг вот вы будете президентом. А как вы будете президентом, если вы не повыступали? Вы немножко здесь повыступаете, по крайней мере, под контролем, чтобы можно было увидеть, что у вас здорово все получается. Вот это все никак не прогонишь, а Ангела Меркель. Она там занимает, значит, лучшие посты. И все. Или в этой, в Литве у нас есть мадам, которая у нас наша университет окончала. Там она на первых ролях. то есть люди готовились, развили себя и выступают. То есть, нужно максимально использовать то, что у нас здесь. Нам щедро выделили время, потому что я обычный курс, вот той же самой конфликтологии, читал сколько? 32 часа в семестр, раз в неделю. А нам на Маркса, Энгельса, немецкую идеологию, выделили аж по две пары на неделю. Мы с вами встречаться будем в понедельник, в начале недели и в пятницу, как бы, в завершении недели. У нас Маркс-Энгельсовские недели получаются такие. Кому я рассказывал, не верят. Некоторые даже пишут в комментариях к этим, к записям немецкой идеологии наших занятий, когда может быть там в буржуазном университете, в буржуазное время, что такое изучают. Ну как? Ну если у нас капитализм, Маск написал капитал. Что нам изучать? Что тут такого неестественного? Или, допустим, Ленин написал, когда его в ссылку отправили, он тут годик посидел в тюрьме по делу Санкт-Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. Потом его, несмотря на его дворянское звание, отправили в ссылку. Он там написал, ну не докторскую, но книгу так, похлеще докторской, развитие капитализма в России. Ну, подписал он Вейлин, это обычное такое. Я могу написать Вейлин Васильев, имея в виду, что я Михаил Васильевич. Обычный псевдоним, такой самый простой. И вот под псевдонимом Вейлин он показывает, доказал, что в России развивается капитализм. И все эти разговоры насчет того, что вот, с чем народники ходили, что капитализма нет, Россия пойдет другим путем, а то весь мир идет туда, а Россия пойдет сюда, в соответствии с традицией. Вот до этой книги была дискуссия долгая, большая в литературе. После этой книги развитие капитализма в России она закончилась. Вот эту книгу читать не скучно, особенно в начале. Книгу Ленина развитие капитализма в России читать скучно, в том смысле, что там столько таблиц, статистических данных. Все, значит, на огромном массиве доказывается, что идет, как идет развитие капитализма в деревне и в России. Но тот, кто ее прочитал, его уже с панталыку не собьешь, потому что он уже разбирается в политэкономических вопросах, потому что до такой степени доведено четкости и конкретности, что просто так закачаться и о чем-то другом подумать не получится. Поскольку это тоже такой классический материал. После написания этой книги все. В следующий раз Ленин уже вернулся к вопросу о капитализме и пошел дальше Маркса Энгельса. Почему дальше Маркса Энгельса? Ну, во-первых, первым начал политэкономическую тему Энгельс. Вот первый том вот этого собрания соединения Маркса Энгельса это работа Энгельса в положении рабочего класса в Англии. Энгельс был неведный, папу у него был фабрикант, соответственно, он был сын фабриканта, и вот он пишет, а я решил оставить эти салонные разговоры, красное вино и поехать в страну передовой индустрии и передового развития Англию и пожить там годика три с рабочими и описать. Вот он и пожил. Но в отличие от нашего брата, который бы поехал там, гладел бы, гладел бы, гладел бы, и уехал бы с этим одним. Ну, еще селфи бы сделал. Энгельс написал книгу вот такой же толщины «Положение рабочего класса в Англии». Дал почитать Марксу, Маркс после этого занялся политэкономией, и это его побудило написать «Капитал». Такого рода книгу «Развитие капитализма в России» написал Ленин, а следующая того рода книга, ну, тоненькая, популярная очередь, как написал Ленин. Это «Империализм как высшая стадия капитализма». Вот основная масса наших деятелей государственных этой книги не знают, не считала, и поэтому они пребывают в плену старых представлений о капитализме свободной конкуренции, что вот рынок все решит, что мы с вами встретились, я несу яблоки, а вы корзинки плели, я вам яблочки, вы мне корзиночку, мы с вами поменялись, и вы же производили не для обмена со мной, а просто корзинки, вам приятно же? Сидели на опушке и делали корзиночку, одну сделали хорошую, и сделали вторую, а тут я иду, я вовсе не думал, что я вас встречу, но я вас встретил, а у меня уже высыпается яблок, я говорю, не дать ли вам половину, а вы мне корзиночку за это, и произошел обмен, как это зафиксировано у Маркса, товарное обращение предшествует товарному производству, то есть производили вы не для обмена, но обменялись, а вот продукт, перешедший в потребление через обмен, называется товаром. Надо знать, что такое обмен, как показывает практика, если люди не углубляются, вот не думают о понятиях, они не знают. Я мог бы вас спросить, что такое обмен, но я почти уверен, что никто не ответит. Есть ли такие герои, которые ответят, что такое обмен, пожалуйста, вы не хотите пасть смертью храбрых? Обмен, что такое? Слышали такое слово? Слышали? Обмен – это передача взаимная, передача блага, 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 блага. Вот это здорово, что вы тут что-то такое ухватили, что я в свое время произносил, но самое главное не ухватили, потому что взаимная передача такая, смотрите, я вам на 7 ноября что-то подарил, а вы мне на 1 мая. Это что, обмен? Взаимный. Обязательно единовременно, да ничего подобного. Мы обменим, может быть, я вам привезу сегодня, а вы мне деньги привезете послезавтра. Что тут обязательно единовременно? Нет, совершенно не обязательно. Тут нет, того, что делает этот обменом. Взаимообусловленность. Забыли. А это самое главное. То есть я вам не отдам этих яблок, если мне не дадите корзину, а вы мне не дадите корзину, если я вам не отдам яблоки. Поэтому какая тут взаимность? Тут, конечно, есть взаимная передача, но и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего двух субъектов. Я не дам, это мне не дадут, и вы мне не дадите, если я вам не дам. С одной стороны, все свободны здесь, каждая страна абсолютно свободна. Не хочу и не буду обмениваться, правильно? А с другой стороны, она вступает в отношения, это самое простое отношение обмена. И вот первая фаза капитализма, или первая стадия капитализма, это капитализм свободной конкуренции. Это общество свободных товаропроизводителей. Вот если я нахожусь в обществе свободных товаропроизводителей, то мысль моя начинает двигаться в соответствии с тем, вот как сегодня нам рассуждают люди, сидящие на важных государственных постах, и так и не поднявшихся выше этого в смысле познания. Дескать, вот я буду производить, что хочу, вы производите, что хочу, а рынок нам решит, с чего производить. Чего и как. И вот сначала рынок действительно очень положительно влияет. Вот. Вот и моложе меня, и красивее намного. Так, а мы стоим, продаем пирожки. Я, вы продаете их по 3 рубля за штуху, а я за 50 копеек. Кого пойдут брать? У вас или у меня? У меня. Потом вы раз и снизили, и делали 47. Все плюнули на меня и сразу побежали к вам. То есть капитализм, вот механизм свободной конкуренции в свое время работал позитивно. Он понижался. Но вы же не снизите, если у вас ничего не изменилось в производстве. Для того, чтобы понизить, меня побить, как конкурента, что вы должны были сделать? Повысить производительность труда. Придумать какие-то усовершенствования, какое-то новое средство производства использовать. Я там все по-прежнему жарю, а вы там так сделали, что у вас все сразу жарится 100 штук. И вы на меня смотрите, поплевываете. у вас и дешевле, а прибыль много. А у меня и дороже, а прибыли мало. И никто у меня не берет. Кто будет брать, когда вот такие пирожки еще лучше у нее? То есть вот механизм свободной конкуренции это вот усвоили. Даже и председатель Совета Министров, и президент это усвоили. Они в нашем университете учились. Но дальше похоже, так они пошли. Они все мечтают о том, чтобы рынок все решил. вот у нас обратите внимание, у нас государственный сектор, то есть предприятия, которые принадлежат государству, единая собственность государственная составляет 70% всей экономики. А хозяйство эти предприятия, ну так, как не бывает ни в одной монополии. В каждой монополии есть план. Правильно? Если у нас монополия, если у нас с вами одна монополия, а не то, что мы отдельные производители, вам известно, что вам делают, вам известно, что вам, и вы как цеха одного крупного предприятия, одной фабрики. Любая монополия имеет план. Любая. Кроме России, кроме государственного сектора России. Монополии нет. И поэтому неудивительно, что-то должны делать руководители этих монополий предприятия. Они их ведут как обыкновенные частные аж так, а как ввести? Прибыль они должны будут отдать государству. Значит, что нужно сделать, чтобы прежде чем отдать государству? Пораскиньте головой. Какой у нас сейчас принцип, приоритет каких интересов в условиях капитализма? Каких? Личных или общественных? Личных. личных. Вот, молодец, отлично. Личных. А раз личных, я должен себе зарплату сделать, остав, а тогда это будет в затраты. А вот то, что останется, это прибыль, пусть идет государству. Правильно? Поэтому какие зарплаты? Ну, берем там Роснефть, члены правления 24 миллиона в месяц. А вам будут доказывать, что на стипендию денег нет. Нету. Почему их нет? Ну, вы что, не видите список? Откуда же возьмутся эти 24 миллиона, если будете вам стипендии повышать? Ну, подумайте сами. Надо вот подумать о том, как это обеспечить. Я не говорю про руководителя. Там я не знаю, какие заоблаченные у них величины, но вот член управления 24 миллиона. Дальше идет на втором месте Газпром. 15 миллионов в месяц. Ну, на третьем месте там бедняки пошли, вроде этого ООО РЖД, 5 миллионов в месяц. А вы со своей стипендией понимаете, 1480 рублей. Отдайте ее всю. Все равно она вас не поможет вам, никто вас не спасет. Дворкович предлагает высопремьера забрать пенсию, не давать стипендию. А пенсию тоже думают, как бы это переделать возраст, чтобы пенсию не платить. Вот при Ельцине было хорошо. Значит, средний возраст мужчин 59 лет, а пенсия 60. Красота. Они, значит, все время платят, платят там пенсионные фонды, а потом раз их нету. Красота. Только отдельные товарищи вот такие, такие хулиганы просто. И пенсию получают, еще и работают. Вот это надо, что-то надо предпринять. Плохо медицина, видимо, работает у нас. Надо придумать какие-то лекарства, которые как-то быстрее этого успокаивали. Ну вот, а что будет, если мы с вами конкурируем или с вами что будет? Конкуренция, а чем отличается соревнование? Соревнование, когда мы в общих интересах, вот кто лучше делает, я использую ваш опыт, вы мой опыт, а мы, значит, дружим, обнимаемся и идем вперед. а конкуренция. Вы поняли, что или я, или вы? Причем я экзамен буду принимать, а вы сдавать. То есть начальные условия разные, правильно? И вот, начиная с разных условий, к чему должна привести конкуренция? Конкуренция должна привести к тому, что один друг группу поубивает, поубивает в экономическом смысле имеется в виду. Пожалуйста, нет, это не значит, я вас на работу возьму, вы у меня будете секретарем. Все в порядке. Только у вас не будет вашей фирмы. Все, ваша фирма закончилась. Результатом конкуренции является монополия. Отсюда монополистический капитализм. Марс и Энгельс не исследовали монополистический капитализм. Его тогда не было. Это тоже надо иметь в виду. Некоторые выводы, мы обратим внимание, выводы, которые здесь есть и которые связаны со стой стадией капитализма, когда капитализм был свободной конкуренцией, теперь неверный. Их поправил Ленин. Ну, когда мы дойдем до этого места, мы тогда на этом остановимся. А что такое империализм? Империализм значит крупные монополии. Ну, как вы себе представляете? Вот если монополия крупная делает подводные лодки. А в голове у них вот примерно то же, что вот у некоторых наших товарищей, которые прочитали только про свободный рынок. Или капитал прочитали, а империализм, как высшая стадия капитализма, не прочитали Ленина. Что у них в голове? Ну, примерно так. Мы делаем подводные лодки, завернем в газетку, потом и к метро продавать. Вам подводного кнута? Хорошая. Тринадцать ядерных боголов. Три контура. Значит, вы будете плыть, и все государства будут вам отдавать, потому что тринадцать ядерных боголов способны использовать любое государство на земле. И вы будете плыть, и никаких там ни пиратов, ни каких-то там бандитов. Все вам слетуют, пушки с пристани полят, кораблю пристать велят, и вам пиры дают, и так далее. Покупайте. Не уговорил. Не уговорил, завернул, и завтра принесу снова. Митриле цирк, думаю, что сейчас можно стихийным образом. Сколько делается подводная лодка, как вы думаете? Вот у меня были слушатели из конструкторского бюро Малахит, с ним Малахит, ЦКП Малахит. Рассказывали. Десять лет. Десять лет только финансируют, 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 потом выпустили лодку. А самолеты, как долго летают? Это, в общем-то, такая серьезная штука. Здесь не бывает вот так, что раз и все. Поэтому это не серьезное такое, пустяковинное такое представление об экономике. Вот мы должны с вами тоже от этого освобождаться. Но для этого надо вырабатывать у себя способность критически мыслить, чтобы по этим вопросам. а вот до сих пор все думают, что сейчас рынок нам решит. Уже заводы уничтожены, крупнейшие. Например, тот же Кировский завод имел 75 тысяч, потом 35 тысяч, и сейчас 7,5. Светлана, на которой было 40 тысяч рядом с моим домом, прямо через стадион. 40 тысяч было, в основном женщины. Это приборостроение оборонного значения. Темпы роста продавительности 10 процентов в год. 3,5 тысячи мелкие кусочки, на мелкие кусочки разрублены предприятия, 3,5 тысячи. Где эти женщины? Кто? Кто-то сначала не получали зарплату, потом нету денег, потом заболели, умерли от разрушения экономики, оказывали от конкретной какой-то болезни. и все, и нету этого. Ну вот, это надо все иметь в виду, принимаясь за вот это занятие, то есть надо использовать данные нам государством, тем, которые есть, буржуазным государством, возможности глубоко изучить ту концепцию или ту теорию, которая имела большое значение в истории. И люди, которые хотят что-нибудь иметь крупно или разобраться крупно, должны изучать все, что имеет значительное, большое значение и влияние на ход истории сегодня. Ну вот, можно сказать так, что вот раньше думали, что мы живем при капитализме, а мир-то сейчас не капиталистический, половина, часть мира еще капиталистическая, но самая крупная экономически самая развитая страна, самая имеющая, самый большой валовый внутренний продукт ВВП, это КНР, то есть страна, которая является социалистической. Не в том смысле, что там построен социализм, социализм там еще не построен, может лет сто не будет построен. Это длительный процесс. Находится в переходном периоде от капитализма к социализму, поскольку совершена социалистическая революция и имеет место становление коммунизма из капитализма. А в становлении есть два противоположных движения. Переход ничто в бытие и бытие в ничто. Что получится в результате, это еще вопрос. Но во всяком случае, это вот крупнейшая страна социализма. Все, она уже ушла на второе место. Тем не менее, голову повернуты, Трамп, 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 Трамп. Тут Трамп на втором месте. Трамп теперь уже не считает Россию главной силой, а считает главной силой, конечно, Китай. Хотя, по числу боеголовок, по числу ракет, конечно, мы сейчас опережаем Китай, но в отношении экономики, конечно, мы очень достаем. Станкостроение разрушено российское, а без станков что вы делаете? Поэтому станки у нас китайские. А поскольку весь этот империалистический мир нас блокирует, то, следовательно, нигде мы, кроме как в Китае, а еще и в Тайване, Тайвань, вроде как страна заведомо капиталистическая, но они понимают, что все равно Китай продает станки. Так и мы продадим, хоть деньги получим. Еще Велоруссия нам дает станки, и все. А свои у нас станочные предприятия разрушены. Вот завод Свердлова был на набережной Свердлова, нет его. Станки на экспорт выпускал. Завод Ильич на Белоостровской улице. Недавно я там был. Смотришь, такой, огромные золотые буквы написаны, вот такими буквами. Ильич. Думал, ничего себе. Думал, что, завод возродил? Нет, это бизнес-центр. Сидят люди, бумаги пишут. В аренду сдают. Вот картина современного мира. То есть, вы не скажете, что мир сейчас капиталистический, но надо знать и устройство капиталистического мира, и устройство коммунистического мира, и переходный мир мы должны знать, переходный период. Тогда мы, в общем, так сказать, являемся современными людьми. А поскольку коммунизм выходит из капитализма, соотношение коммунизма и капитализма какое? Кто мама, кто папа? Кто мама? Значит, капитализм – это мама коммунизма. Если коммунизм бывает из капитализма, так? А как к маме надо относиться? С уважением. Не обязательно совсем соглашаться, но уважать надо. Надо уважать. Поэтому некоторые так набрасываются на капитализм, как будто это не мама. Это мама. Не надо так. Вы развиваете производство капиталистическое. Если развитый капитализм, то из него получается и социализм легче. А если не развитый, то тяжело получается. Ну вот, теперь мы переходим к тексту, к анализу классических текстов. Настроились. Читаю. Это Фейербах. О Фейербахе. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и Фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность практика, не субъективно. Вот. Что мы знаем про материализм? Это учение о том, что первична материя. Вот этот материя и берется как предмет для созерцания. И вот поэтому хотя Фейербах оказал колоссальное влияние на Марса Энгельса, до этого они были младо-гегельянцы, читали Гегеля, а Гегель, как известно, идеалист, вот они усвоили и идеализм Гегеля и входили, так сказать, в круг младо-гегельянцев. Потом прочитали Фейербаха. Прочитали Фейербаха и вмиг превратились в материалистов. Перевернулись. Хотя Марс говорит, вот я читаю Гегеля, надо его Гегеля перевернуть. Но на самом деле Маркс и Энгель сами перевернулись. Гегель как был идеалистом, так и остался. Фейербах сделал эту работу, доказал, что вот надо материалистически смотреть на мир. Но у Фейербаха его материализм созерцательный. Вот вы смотрите, что есть. И этот взгляд отвечает на какой вопрос? Что есть вокруг? Давайте я на вас буду смотреть и описывать. Вот сидит. И хорошо буду описывать. Хорошо сидит, все отлично. Но ничего не меняется. А чем отличаются идеи? Что такое идея? Кто-нибудь скажет? Что такое идея? Как вы уже выступали, а вы еще не выступали. Идея что такое? не в том смысле, что никто выступал, а где я? Идея. Не в этом смысле. А в буквальном. Идея что такое? Разве все мысли являются... Вот допустим у нас потолок белого цвета. Это идея. Не тянет. Правда на идею? Сегодня два градуса тепла. Это идея? Вот это есть созерцательность такая. послушали по радио сказали два-два. Посмотрели два. Сейчас вот без восьми минут три. Ну и что? И что это? Мы сейчас сидим на занятиях и будем такие банальности повторять. Вы в свитере, я в костюме. Вы просветились после таких мыслей? Не особенно. В чем дело? А что такое идея? Что никто не знает? А у вас идея есть какая-нибудь хоть одна? Нету? Да. Ну хоть пойти хотя бы в столовую после занятия. Это идея. Она побуждает к действию. Правильно? То есть это мысль, которая что? На какой вопрос отвечает мысль, это идея? что не а? А? Откуда вы знаете существим или нет? Надо еще побороться. Мы сейчас так кажется неосуществим, а начнешь делать его, и получается заранее не знаем. Мысль отвечающая на вопрос что делать. Та же самая плохенькая мысль вот пойти в буфет после занятий, она отвечает на вопрос что делать. а вот такие мысли о том что мы сидим, мы слушаем, я читаю. Тут нет никакой идеи вообще. Ну читаю и читаю, вы слушаете и слушаете и что? А вот подготовиться к зачету не ради зачета, а ради того, чтобы развить свою голову, это уже идея. Правильно? Что делать? Хорошо? Подготовиться прочитать эту книгу обдумать критически переосмыслить и подготовиться. Это вот уже идея. Так вот, что Маркс подчеркивает? Чем отличается в этой фразе, которую я зачитал, отличие диалектического материализма от созерцательного фейербаховского материализма? Есть материализм созерцательный, только как бы головы смотрят на лечительность и описывают ее описательной. А задача состоит не только в том, чтобы описывать, а в том, чтобы преобразовать этот мир. А чтобы преобразовать мир, надо выдвинуть идею, что делать. Поэтому надо брать еще к этому относиться миру и субъективно с точки зрения человеческой практики. А практика, вы же не можете что-нибудь преобразовать, если вы не разберетесь. Вы можете починить машину и усовершенствовать ее, если вы не можете понять, как она устроена. То есть человек, который ее усовершенствует, он уж точно поймет, как она устроена. Но если я пойму, как она устроена, ничего не следует, я себе не поставлю задачу усовершенствовать. То есть к миру надо относиться как? Субъективно в том смысле, что мы пришли в этот мир для того, чтобы в нем какое-то время пробыть и умереть, поскольку еще никто из этой жизни не вышел живым, а в том, чтобы преобразовать этот мир и себя увековечить. Потому что каждое новое поколение приходит в мир, получает производительные силы от прежнего поколения, развивает их, оставляет. И вот тот, кто в большей степени пронимил человечество вперед, как называется? Как называются способные люди, которые продвинули человечество вперед? Как? Гениями они называются. Пассионария это они очень, так сказать, чувства свои проявляют, они не очень спокойные. А это не вопрос. Битхоин был спокойный, а музыку гениально написал. Он оглох даже, а музыку писал. Потому что у него музыка в голове была, и он мог ее описывать. Гений это способный человек, талантливый человек, который свой талант употребил для развития человечества и продвинул. Не просто старался делать, я тоже старался, но не продвинул, а он взял и продвинул. так вот тот кто продвинул, тот гений, а тот кто пытался и не получилось, тот не гений. Ну вот он может быть талантливый, способный и так далее. Читаем снова это. Теперь возвращаемся. Что значит анализ классических текстов не побежали куда-то больше? Будем дальше читать. А мы с вами прочитали пока, вот знаете, час, мы только три срочки прочитали. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и Фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта. Объекта выделено курсивом. Вы когда что-то пишете, не выделяете, ничего курсивом. Курсивом. Это, кстати, допускает машины. Можете жирным, можете курсивом, можете большими, можете жирным курсивом. Вот я, например, писал книгу «Социальная диалектика», мне товарищ, который вычитывал ошибки в моей книге, много находил ошибок, он говорит, ну, там, где определение Михаила Васильевич сделайте курсивом, я сделал жирным курсивом, чтобы человек подошел до определения. Раз, определение прочитал. Пошел дальше. Раз, классики это всегда использовали, что-то выделяли. Это, кстати, сейчас практически утрачено. Редко когда увидишь. Вот вы когда в курсовую пишете, выделяете курсивом? Молодец. А вы? Эх, вы. Так, но он выделился сам, он на первом месте у нас тут сидит, он уже на один вопрос ответил, а другие и вообще еще не ответили ни на что. Так что нечего тут задаваться. Главный недостаток всего пришествующего материализма, включая эфир баховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъектива. практика берется как момент самого материализма. То есть не такая материя, которая равна самой себе и все, а вот такая, в которой есть высшая форма развития материи и высшая форма развития материи, то есть человечество преобразуется в саму материю и себя тем самым. Если вы преобразуете жизнь вокруг себя и себя преобразуете, правильно? И это прямо примыкает к абсолютной идее Гегеля. В третьем томе идеалиста Гегеля науке и логике написано, что есть две стороны абсолютной идеи. Идея отражения мира, идея его познания и идея добра или блага. Идея преобразования мира. Первая это теоретическая идея, вторая это практическая идея. А абсолютная идея есть единство теоретической и практической идеи. Ясное дело, что практика она включает в себя и то, и другое. Я же не могу что-то преобразовывать, если я не знаю, если я не знаю, как устроены эти часы, конечно, я могу взять молоку и разбить их, но это преобразование не будет развитием. Если я хочу развивать, я должен разобраться и сделать часы более современные или более удобные и так далее. То есть, для того, чтобы поэтому практика в этом смысле практическая и выше теоретической. Почему она выше? Ну, она выше только в том смысле, что она в снятом виде содержит в себе и теоретическую идею. Все великие там практические завоевания, они основываются на хорошей теории. Ну, вот сколько людей мучилось, чтобы построить какой-то в Вавилоне башню, как вавилонское столпотворение, так это называлось. Потом, когда началась эпоха телевизионная, стали ставить вышки. В Москве поставили 512 метров вышку. Причем, для того, чтобы ее поставить, применили такой же принцип, как в антенн военных радиоприемниках. Видели? Катушка. Катушка на катушке, катушка стоит на катушке, а через отверстие протянут трос и натянут хорошо. Поэтому эта антенна, она так вот болтается, она не падает, она не упадет. Она не упадет, потому что она как откланится, так она вернется в прежнее положение. Вот эта Московская башня в том месте, которое благозвучно называется, там где-то рядом с Пискаревским, в Останкин, Останкинское, там останки животных туда свозили. Отсюда название Останкинская колбаса, видимо. Такое благозвучное название. Вот эта башня построена таким образом. И там протянуты тросы. И она горела, но ничего из этого не вышло. Ничего не повидело ее. Ну, наши в Ленинграде сделали 318 метров на Петроградской стороне. Вот. Дальше некоторые вот у нас строят Охта-центр. там будет по крайней мере 100 этажей. Но, как вы понимаете, это далеко не предел. Но в это время физика, которая сначала не задавалась идеей преобразования мира, а просто изучала мир созерцательно, выяснилось, что если вот вы разгоните предмет до такой скорости, что вот он будет падать на Землю, но за то время, что он будет падать, он будет пробегать такое расстояние, что он так и будет вместе с Землей, падать, падать, падать на Землю, и так, и так, и так, и будет падать, 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 и так никогда и не упадет. И будет искусственный спутник Земли. А если его разогнать до большей скорости, он сойдет с этой касательной, с этой орбиты и улетит к другим планетам. Все зависит от скорости. И вместо того, чтобы строить эти бесконечные башни, это занятие бросили, поставили вот здесь спутник, который, вот Земля вращается, и он с такой скоростью, угловой скоростью вращается вокруг Земли и висит над этой точкой у нас, над нашей головой. Несколько спутников, вот вам вся эта телевизионная связь и вся эта телефонная связь по всему миру, потому что раньше мы вот с помощью длинных волк как-то задачу решали, которые могут огибать Землю. А прямые, вот короткие волны, они не могут, они по прямой. А теперь, значит, вот на спутник и со спутника, и поэтому все вот эти системы сейчас, определения, где я нахожусь, очень простые. Едет человек, у него в машине соответствующая аппаратура для связи со спутником, сигнал на спутник, сигнал со спутника, он знает место, координаты, все, и как ему доехать, особенно если он выпил. Он без спутника теперь не может доехать. Раньше лошадь его доводила, а сейчас спутники доводят. И у американцев есть система своя, да? Вот эта вот, то есть группа спутников существует, которая у нас существует, система ГЛОНАСС. Американцев как называется? GPS. GPS. Они раньше сделали, мы чуть попозже сделали. Но чтобы ее сделать, надо, этих, чтобы спутников было достаточно много, чтобы они охватили всю Землю. И все, и вся проблема. А скорость, как известно, электромагнитных волн 300 тысяч километров в секунду. так что этот рядом это у вас, не рядом. Вот вам кажется, что вы, у вас индивидуальный домашний компьютер, ну, как сказать, считайте, что это один у нас компьютер, поскольку он присоединен к интернету, а это вот просто у вас ответвление еще. Это расстояние, для которое для нас кажется большим, для электромагнитных волн никакое. Так, практика выше теории. Вот что получилось. Не потому, что она, но я отбрасываю на теорию, потому, что практика включает вся теория. Вы же не можете ничего сделать практически, если вы не освоили теоретически. Но если вы только осваиваете теоретически и ничего не делаете практически, тьфу, на вашу и теорию тогда. Не в том смысле, что не должно быть от чистых теоретиков. Все эти теоретики должны быть. Но человечество, как таковое, не должно этим ограничиваться. Правильно? Скажем, вот у нас два факультета есть в университете, которые занимаются математикой. Один называется факультет математики-механической. А второй факультет называется прикладной математики процессов управления ПМПУ. То есть, прямо ставить задачу прикладную. Как предположить тот аппарат математический, который изучили, разработали и так далее к решению практических проблем. Хотя, без первого, без решения, без доказательства теорем, без абстрактного такого рассуждения или абстрактного обдумывания математических проблем вы не сделаете прикладной. И физика, без теоретической физики прикладная не пойдет. Правильно? Прежде чем вы будете использовать, делать электростанции на ядерном топливе, атомной электростанции, вы должны сначала получить развитие атомной физики в теоретическом плане. Ну вот этот поворот от фейербаховского материализма к материализму диалектическому, он соединил тем самым гегелевскую диалектику и фейербаховский материализм и получился, но это соединение надо было сделать как в виде новой теории. Вот это Марс и Энгельс сделали и получили теорию диалектического материализма. И это первое, то, что я засчитал, это одно из первейших положений диалектического Что главный недостаток всего предшествующего материального материализма, включая и Фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания. Созерцание выделено, объект выделен курсивым, созерцание курсивым, а не как человеческая чувственная деятельность практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно. Так как идеализм, конечно, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов по самому, но самому человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в сущности крестьянство он рассматривает как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает, поэтому, значение революционной, в кавычках, практически критической, в кавычках, деятельности. То есть на первое место в философии диалектического материализма выходит революционно-критическая, преобразующая деятельность человечества. Ни повторение того, что уже было, ни бесконечное глядение. Вот сколько бы вы, наверное, глядели, вы не обучитесь человеку. И сколько бы я на вас не глядел, экзамен я у вас или зачет не приму, правильно? То есть надо еще выводить, как говорится, что вы тут, поэтому ползадумайтесь. Вот это первый тезис. А что такое тезис заодно, раз мы с вами приучаемся, как анализировать книги серьезные? Что такое тезис, Эфер? Что такое тезис? Что такое тезис? Тезис, это одна мысль, одна мысль, одна, мысль одна. Тезис и абзац, они размещаются в одном абзаце. Вот я вам очень советую, когда вы пишете свои работы, вот вы написали, план. Как обычно пишут? Введение первое, второе. Это план? Ну план, конечно. Но никакой в нем развития идеи нет. А тогда вы в первом пункте, во втором пункте, тогда видно, как шло развитие идеи. Например, если у вас дипломная работа будет, то в каждом параграфе должно быть не меньше семи пунктов. Объясняю. Первые две точки – это от какой мысли вы пошли и к чему пришли. Это начало вашего параграфа. А окончание вашего параграфа – от какой-то мысли до последней мысли. Еще две точки. Но хоть три точки должно быть на развитие мысли. Три до четыре – семь. Если вы семь не набрали, думайте над планом. А если вы набрали семь точек, вот теперь каждую свою точку превратите, заголовочек делаете и превратите во что? Тезис. Тезис буквально – мысль. Не главная мысль, а просто мысль. Мысль, разве плохо звучит, вот выход. То есть сразу вы главную выделили. Да главное, чтобы мысль-то была хотя бы. Хоть какая-нибудь плохенькая. Оно была. Поэтому вот мысль. Вот мы одну мысль разобрали. Не прошло и полутора часов, а мы уже мысль разобрали одну. Гениальную. Мысль-то гениальная. То есть это вообще полный переворот в миросозерцание человечества. То есть позади остались и стали реакционными и идеализм во всех его видах, в том числе субъективный и объективный идеализм. Хотя это не значит, что в рамках этого идеализма не развивалось человеческое знание. Вот скажем, диалектику, которую разработал идеалист Гегель, взяли на вооружение представителя идеалистического материализма. Правильно? Вот. А Ленин даже прямо писал, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Человек доказывает, что ты материалист. Ну и что, что ты материалист? Да что ты сделал? Ничего не сделал. От материалиста требуется что-то еще и сделать. Что ты с этой позиции сделал? Ничего не сделал, ничего не преобразовал. Мысли никакой не принес. А ты рассказываешь нам, вот все рассказывают, как плохо сейчас жить в России. Надоело слушать. Вам не надоело? Что это плохо, то плохо, вот цены растут, тариф разотемения не поднимается. Да? Зачет не ставят сразу, как придешь на зачет. В общем, все плохо. С другой стороны, все сдают за зачеты, все живем, никто не умер. Из этого правительство делает вывод, что правильно вам стипендию платят 1480 рублей. Мы проверяли, говорят, на практике. Живут, надо еще меньше. Живут все равно. До чего, говорит, живучий студент, пожалуй. Как-то он умудряется. Я не знаю. Живет и живет. Второй вопрос поднимает товарищ Маркс. Во втором абзаце, во второй тезисе. Вопрос. Прямо номер стоит. Еще и название это не придумал Маркс для этих тезисов. Еще вот вы, когда думаете там новое, что хотите создать, вы еще не знаете, как это назвать. Так же и дети, они рождаются, еще не знают, как их назовут. Еще не знают, будет мальчик или девочка. Так ведь? Народ, думайте. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью. Вовсе не вопрос в теории, а практический вопрос. То есть истинность. Правильно ли вот... Как я проверяю, что я правильно понимаю? Только логические какие-то связки проверяю? Или я должен сверить с действительностью? Если смогу я со своим пониманием что-то сделать, значит правильно понимаю. Если ничего не получается, значит неправильно понимаю. Что пишет по этому поводу Маркс? Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью. Вовсе не вопрос в теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посеусторонность своего мышления в практике. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующийся от практики, есть чисто схоластический спор. Вот вторая мысль. Глубокая мысль. Глубокая. Значит, на следующую глубокую мысль у нас размера времени не хватит. Но, значит, что я вам... Это задание вам. Прочитать эту длинную работу, то есть о Фейербахе, которая раз, два, три, три, даже с половиной не получается странички. И только не прочитать ее, как просто. Как бы сделали люди, представители фейербаховского материализма. Обдумать это. Хорошо глубоко обдумать. И в следующий раз, вот вам трибуна, пожалуйста, выступайте и рассказывайте, что вы как бы анализировали Тейси о Фейербахе. И каким выводом вы пришли. Потому что развиться можно и серьезно развить свой мозг можно на чем-то глубоком и великом. Вот эти Тейси о Фейербахе, они стоят, ну, стоит даже и дальше книги. А дальше книга, то есть этому будет посвящена. Также вы и в своих работах напишите сначала Тейси, а потом развернете их в свою работу. А потом в кандидатскую, потом в докторскую. А потом уже не знаю, что вам еще и дать. Академия готова. Ну, уже вроде не предполагается каких-то работ. Пишите книги. Задание понятно, да? Значит, одно задание вам прочитать, надо читать, чтобы вот... То есть в следующий раз мы будем обсуждать Тейси о Фейербахе. Я думаю, что на этом, только на это время и уйдет. Но как мы будем обсуждать? Не то, что как я сейчас обсуждаю. А вы будете обсуждать. А если я увижу, что надо что-то подкорректировать, ну, я... Если вы не будете возражать, тоже что-то замолвлю какого-то словечка. Если вам не понравится, то вы скажете, что нам не нравится. У нас тут свобода обсуждений. Ну, кто, надеюсь, главный? Вы или я? Вы, конечно. Для кого университет? Для студентов или для преподавателей? Кстати, университет сделали для преподавателей, чтобы у них была нагрузка. Ну, какая-то глупость. Несусветная, правда? Ужас вообще какой-то. Но если вы главный, так вы давайте. Если вам надо чем-то помочь, чем я могу помочь, я буду помогать. Ну, так вы требуйте, трясите, как говорится. Убивайте. Потому что от книжки вот вы же не получите больше, чем тут написано. А из преподавателя можно вытрости все, что он знает, в чем за короткий период. А вы будете часами ходить в библиотеке и искать. Некоторые определения не найдете, потому что это долгая-долгая история. Я, например, все вот эти категории, которые я вам формулирую очень просто, я их всю жизнь добывал. И нигде жирным жиристом не выделено, и курсивым не выделено. И надо отличать определения от всякого рода суждений. А некоторые думают, что если сказано, что роза есть растение, то это определение розы. Так вам крапиву принесут, потому что крапива тоже есть растение. Вот такая задача. Подготовиться к выступлениям. Каждый из вас должен быть готов выступить на тему. Тейси Афербаки. Понятно? И людям сказать, что вы по этому поводу народу, всему миру, потому что интернет часто позволяет смотреть кому угодно. Вот мы проводим занятия в Карахном университете фонда рабочей академии. У нас там есть слушатели не только из разных городов и поселков нашей страны, и деревень. Но в том числе один человек из Парижа, двое из Германии, один из Перу. И я там на занятиях говорю, а где из Венесуэлы люди? Почему они не прислали ничего? Тем более, что полно. То есть сейчас вот у нашего... Это расстояние для того, чтобы ехать, а для того, чтобы через интернет общаться, это никакого расстояния нет. Они пишут задания, мы им подчеркиваем, пишем недостатки, отсылаем обратно по электронной почте и все. И ставим оценки. Такой у нас есть. Получился красный интернет-университет. Довольно интересный. В этом году пришли люди, видим и не видим. Мы не знаем, как проверить такое количество. Может, вы будете нам помогать? Как справляться? Надо посрочно повышать квалификацию. Какие есть ко мне вопросы? Нету. Готовимся к преобразованию действительности. Ну, вы как будете преобразовать? Лучшую сторону, надеюсь, будете преобразовать? Спасибо. Надеюсь, подчеркиваю. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...